Вы нам обещали показать штуку для увеличения члена, но это не это. Это не здесь, нет. Этим можно что-то, наверное, увеличивать. Слушайте, это для чего? Это специальный, грубо говоря, инструмент для осмотра. Маленьких членов, да? Типа микроскопов, да. Ну, если у вас маленький мы найдем, это будет большое. Слушайте, а чистым видео, то есть это вещь, которая повышает самооценку, да? Да, 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 да. То есть надо девушку взять, принести такой, да, и у меня все в жизни сложится обычный. Окей, а вот чисто медицинский, маленький, это сколько? Маленький, меньше 7 сантиметров. Да, Никит. У вас, когда вас тоже протыкают, вы тоже вниз не смотрите? Нет, я никогда не смотрел. Я смотрю в глаза того, кто протыкается. А, чтобы совесть. Ну, конечно, испытать, чтобы узнать, как долго он там будет делать и как ему не жалко меня на самом деле. Понятно. Это для... Это просто показывают молодым девушкам расположение картин, расположение плода. Ну, и мужчины знали, как тяжело женщины вынашивать ребенка, чтобы они ценили своих девушек. Опа. Опа. Вот вы уже не все, да, вот родили ребенка. Вот оно дедорождение, да? Кажется, легко на самом деле. Так вот и некоторые девушки, я думаю, что это все легко. Иди обратно. Да. Я пока не готов к тебе. Мастурбация может навредить? Есть, если чрезмерно интенсивная мастурбация. Моя практика, это были пациенты, которые травмировали уздечку, разрывали крайнюю плоть. А некоторые пациенты, они формируют у себя определенные комплексы. И потом в дальнейшем, возможно, им сложнее заниматься сексом, потому что все-таки мастурбация формирует какой-то стереотип даже сексуальной жизни, может быть, даже у них. Потому что некоторым парням ведь проще помастурбировать, чем встретиться с девушкой, чем пообщаться с ней, чем угостить ее кофе и пригласить ресторан. Возможно, это проблема в отношениях. Вы меня только что заставили подписаться на себя в Инстаграме, да? А вам в директ члены присылают? Да. И не только. Потому что некоторые люди думают, что если ты врач-уролог, они не понимают. Они ухо могут выслать, это раз. Уролог, лор, ассоциация. Некоторые готовы присылать все ягодицы и все остальные свои гениталии. Но это все по делу как бы. Потому что это не потому, что они извращенцы. Реально, ну, потому что какие-то есть проблемы, они не понимают рамки доступности этой информации. И я с этим часто сталкиваюсь. Когда они стоят, это стыдно? Нет, это не стыдно. Это повод для того, чтобы подумать про свое здоровье. Потому что если ты молодой парень, тебе 20-25 лет, и у тебя не получается, ты должен понимать, что это, возможно, серьезный знак серьезной проблемы. Первое, это, возможно, сосуды. Второе, возможно, гормоны. Третье, возможно, это проблема психологическая. И если этот комплекс укоренится, тогда нужно будет лечиться у психотерапевта. Но эта проблема решается. По статистике, около 20% молодых парней после 20 лет сталкиваются с проблемой с эрекцией. Через 3-4-5 лет могут возникнуть проблемы с сердцем. Потому что сосуды полового члена, они более ранимые, они более тонкие, более чувствительны к нарушению кровоснабжения. Правда, что в плане секса намного важнее диаметр члена, чем его длина? Да, возможно, да. Потому что в преддверии влагалища, назовем так, имеет большое количество рецепторов. И, возможно, это более важно для женщины. А на самом деле для мужчины важен его ум, обаяние, его привлекательность. Это более важно, чем размеры члена и толщина. Правда, что в большинстве своих мужчин недовольны размерами полового достоинства, собственно? Ну, я думаю, что это на самом деле не так. Просто есть ребята, у которых есть комплексы, которые, ну, в общем-то, так вот были воспитаны, возможно, или это... Мне кажется, это больше нюансовое воспитание, недоработки родителей, которые, в общем-то, не повысили их собственную самооценку. Может быть, они слишком застенчивы. Я не думаю, что, возможно, вот эти разведенные члена, я их сделаю счастливыми. Нет. Можно добиваться успеха совершенно по-другому. И для женщины это совершенно не важно. Потому что, может быть, им, грубо говоря, вот эта культура, которая, в общем-то, навязывает свои стереотипы поведения, губи-си-си-си-си-си, да, она им говорит о том, что, окей, размеры члена так же важны, как у женщин размер губ или бюста. Нет, на самом деле, возможно, для мужчин размер мозга более важен, чем размер члена. Вы нам обещали показать штуку для увеличения члена, но это не это. Это не здесь, нет. Этим можно что-то, наверное, увеличивать. Это, на самом деле, штука нужна для того, чтобы удалять газ, который... Это галима вытяжка, да? Да, вы правильно говорите, да. У вас, как в фильмах про Джеймса Бонда, да? Да, на самом деле. Когда владелец достает оружие, которое может уничтожить весь мир. Что это, доктор? Смотрите, те парни, которые чувствуют, что, в общем-то, они не могут быть реализованы в сексе за счет размеров своего инструмента, они могут знать, или, точнее, они должны знать, что они могут быть, в общем-то, ну, скажем так, Джеймс Бондом в какой-то роли, в какой-то момент своей жизни, если они будут постоянно это делать, в виде вот, используя вот такой аппарат, этот аппарат увеличивает член в объеме и в длину, и в ширину группы. Обыкновенный принцип тренировки сосудов. Как спортсмен тренирует мышцы, так вы тренируете самую главную мужскую мышцу. Это раз. Плюс увеличивается размеры. Две минуты назад главной мужской мышцы был мозг. Ну, пускай остается влажно. Хорошо. Хорошо, расскажите, как он работает. Создаётся локальное отрицательное давление. Грубо говоря, ну, вакуум. Естественно, член увеличивается. Потом этот вакуум сбрасывается, клапы постоянно включаются, вот и все. То есть, кому больше, кому меньше, в зависимости от необходимости. То есть, член, вон он там. Да, он вставляет сюда. Эти аппараты, они могут быть, скажем так, ну, использоваться в отчреждениях при специальной обработке. Ну, мы можем предлагать раз, два, три, четыре пациенту. Обработав, мы можем предложить другому пациенту. Есть индивидуальное пользование. Есть аппараты стоимостью от 23 долларов до стоимости 500 долларов. А сколько стоит это? Это где-то 500 долларов. А гарантии? Гарантии? Да. Можно гарантировать только две вещи, вы знаете. Что мы когда-то умрем, и что если государство решило забрать деньги, оно их заберет. Как успокоить пациента, которому стыдно? Ну, первое, нужно сказать, что, во-первых, уролог, это не страшный доктор. Во-вторых, не нужно уролога бояться. Чаще всего урологи хорошие ребята, они хорошо находят общий язык с пациентом. Никто не должен бояться, что ему кто-то что-то сделает, не предупреждая, не объясняя. И второе, и, может быть, самое главное, в настоящее время урологии достаточно много возможностей диагностических, найти, поставить диагноз или найти проблему, не инвазивно, не внедряясь в пациента. Многие боятся, что доктор начнет надевать перчатку, что-то куда-то вставлять, вводить. Нет, можно сделать УЗИ, можно сделать анализы крови, и этого будет достаточно, и не нужно каких-то зверских пыток на пациента. Регулярная половая жизнь – это сколько? Это индивидуальный процесс. Мы должны понимать, что хороший секс или регулярный секс – это такая же тренировка, как и все остальное. Например, вы занимаетесь спортом три раза в неделю, это означает, что, возможно, в дальнейшем вы будете бегать, прыгать, танцевать или плавать, также системно и регулярно, в зависимости от того, как вы это делаете на этом уровне, в этом вашем возрасте. Так и секс. Если вы это делаете регулярно сейчас, в дальнейшем вы будете делать дальше регулярно, потому что таким образом вы тренируете сосуды вашего полового органа. Камнями из почек можно закидать врагов? В моей практике были пациенты, которые рожали вот таких размеров, полтора сантиметра камень. Я думаю, что этим камнем можно бросить. Не тот мужик пошел? Ну, я бы сказал бы, может быть, что немножко тестостерон припал у белорусского, скажем так, мужчины. В целом, я работаю с 96-го года. Наверное, я бы сказал, что тогда было больше мужской агрессии, больше мужчины пытались завоевать, победить. Может быть, потому что после того, как СССР распался, может быть, стало больше каких-то запретные плоды стали все незапретными, вы понимаете, да, может быть. Может быть, сейчас стало время слишком материальным, и многие мужчины думают, как реформировать, в общем-то, свой какой-то материальный центр, так, жизненный пакет, там, в виде квартиры, машины, дачи и отношения к девушке. Сказали, может быть, такие стали меркантильные, потому что нужно идти, там, платить за ресторан, дорогие подарки дарить. Может быть. Поэтому такое, возможно, происходит на самом деле. Самая неожиданная травма, которую вы видели на практике. Смотрите, когда я был студентом и учился в ординатуре, я видел травму, связанную с тем, что молодой человек поднимал бетон, и этот бетон поставил себе на мошонку, скажем так, это раз. У меня еще был один эпизод, когда у мужчины, работающего на токарном станке, замотало все его хозяйство. И одна из потрясающих историй, когда три девушки пригласили парня в гости, надели на его мужской орган кольцо, естественно, возбудили его, и потом они его не могли снять. Расскажите мне, пожалуйста, про самые частые травмы полового члена. Самые частые травмы, с которыми мне лично приходилось связываться, на самом деле, потому что есть травмы по статистике, есть травмы, которые приходилось... Как доктору приходилось связываться. Как доктору, это травмы полового члена, следствие первое, каких-то интенсивных ласк. Какие-то, например, ситуации, связанные с тем, был агрессивный оральный секс, например. Уздечка, разрыв крайней плоти во время орального секса, слишком длительно затянутый сексуальный контакт. Дальше одна из трав, например, использование секс-игрушек. Такое было. Расскажите эту историю. Ну, надевается специальное приспособление на члена, которое самое большое и самое распространенное. То, что я видел, по крайней мере, обыкновенные кольца, которые могут использоваться для создания какого-то объема члена и плюс сохранения эрекции. Надевается кольцо в невыбужденном состоянии, парень возбуждается. Потом наступает момент, когда уже все надоело, а эрекция не уходит. И это прекрасный повод для того, чтобы обратиться к ровному. Как это выглядит? То есть к вам привозят человека с его эрекцией, окольцованной эрекцией? Да, да, и, грубо говоря, головка примерно как мой кулак. И что вы делаете? И он синий, ну, нужно снять это кольцо, распилить, снять это, любым образом, как это возможно. Но это не часто. Нет, на самом деле, чаще все-таки это колото-резанное, скажем так, назовем, травмы, натирание, грубо говоря, как разрывы такие. Вот это более часто. Секса может быть много? Нет. Объясните, пожалуйста. Смотрите, у каждого из нас свой темпераметр раз, у каждого у нас свой гормональный фон два, у каждого у нас всех представлений о чистоте секса. То есть, смотрите, если вы много физически работаете и слишком сильно устаете, наверняка, возможно, вы будете меньше хотеть секса, если, например, по сравнению с тем парнем, который, в общем-то, уже заработал все деньги. У него есть только одна задача, знаете, это с теннисом или там гольфом. Опять же, высокий уровень тестостерона, привлекательный партнерш, который будет инициировать его или возбуждать, стимулировать, вы понимаете, да? А если у него будет мозг забит, как кормить семью, помогать маме и папе, как выживать, как платить за квартиру, возможно, даже при высоком уровне тестостерона у него будет меньше потребность, понимаете, да? Нету понятия слишком много. Много определяется тем, что если мужчина получит секс, а чувствует усталость, разбитость, как работа, наверное, это уже много. Бывают женщины-урологи? Да, конечно. Их немного, может быть, процентов 3-5 среди всех урологов в Беларуси, возможно, это женщины. Даже, может быть, я сказал, больше. Например, для меня это было всегда вопросом, окей, что движет этими далами, потому что, в общем-то, каждый осмотр уролога, он предполагает, что? Первое. Предполагает, что мужчина должен снять свое французское нижнее белье. И второе. Осмотр уролога, особенно после 40 лет, предполагает рактальный осмотр. И, например, я думаю, что, наверное, не всем пациентам было бы комфортно рассказывать женщине или девушке свои вопросы сексуальных проблем или же, в общем-то, наклоняться или становиться какую-то такую позу неудобную для того, чтобы произвести рактальный осмотр. Возможно, это снижает и открытость пациентов. Все-таки, ну, мне кажется, для определенных пациентов нет. Это то же самое, как визит к гинекологу. К мужчине или к женщине? Кому комфортнее? Или к проктологу, к женщине или к мужчине? Это вопрос воспитания, вопрос восприятия этой ситуации. Ну, индивидуально. А ваш любимый анекдот про уролога? Как бы это профессиональный вопрос, потому что я не могу смеяться над тем, что я вижу в своем кабинете. Это раз. Хотя я должен всегда разрядить обстановку, да? Но вы могли бы спросить у меня, есть ли у меня любимые какие-то песни современные, не только, которые касаются урологии. Есть у Макса Коржа потрясающая песня, которая говорит «Не говори урологу, до свидания». Это раз. Потом есть песни 50-х, 60-х, которые на самом деле всегда у меня на слуху и как слоган на входе в мой кабинет. Первая песня «Просто я работаю волшебником». И вторая песня, она звучит так «А без тебя, а без тебя здесь ничего бы не стояло». Реально, у Макса есть песня, которая называется «Не говори урологу, до свидания».